Начнем с того, что наша новейшая футбольная история не подразумевает, какого бы то ни было успеха. Так что если кто-то сейчас кричит, как мы здорово, великолепно должны выступить, он должен помнить одну очень принципиальную вещь. Последний раз наша сборная выходила из группы на чемпионате мира, еще называясь СССР, и в 1986 году. То есть это было 28 лет назад. Мы выходили из группы последний раз. Поэтому любое достижение, включая элементарный выход из группы, будет большим успехом. Если мы не выйдем из группы, это, конечно, будет неудачей, потому что группа достаточно посредственная. Но мы прекрасно помним чемпионат Европы последний, где у нас в соперниках были команды Чехии, Польши и Греции. Мы прекрасно помним чемпионат мира в Японии и Корее в 2002 году, где у нас в соперниках были те же бельгийцы, а также японцы и тунисцы. То есть очень такая идентичная была группа. Сейчас вместо Туниса Алжир, вместо Японии Корея и та же самая Бельгия. И мы тоже не вышли. Поэтому, знаете, мы не должны требовать и ожидать каких-то супер достижений от наших футболистов, потому что мы не являемся законодателем мод в мировом футболе. Это не хоккей. В хоккее мы были вправе ожидать совершенно другое, тем более на домашней Олимпиаде, тем более имея таких суперзвезд в составе, как Овечкин, Малкин, Дацук, Ковальчук. Теперь-то дальше будет хуже, потому что они-то будут старше. Сейчас они были в золотом возрасте, Овечкину. Всем будет за 30 уже на следующей Олимпиаде. Даже если Пхенчхан разрешат поехать игрокам НХЛ, то уже у нас будет меньше шансов, потому что, может быть, нет дома. Потому что у нас Овечкину уже будет 32, Малкину 31, Дацук вовсе 39, Ковальчуку 34. С каждым разом становится все хуже. Футбол все-таки немножко другая история, потому что у нас нет мастеров такого уровня, у нас нет сверх ожиданий. А если наши федеральные телевизионные каналы эти сверх ожидания нагнетают, то это, в общем-то, до некоторой степени спекуляция на каком-то вот этот, так сказать, уропатриотизм. Мы должны относиться к этому здраво, спокойно и смотреть футбол и получать от этого удовольствие от любого успеха нашей команды. Нам повезло, у нас есть один из лучших тренеров мирового футбола. Вот если у нас есть какие-то более или менее серьезные надежды на успех, относительный успех на чемпионате мира, то связаны они только с личностью Фабио Капелло. Это мощнейшая фигура. И я уверен, что Капелло сделает все от него зависящее, чтобы придать вот эту вот степень вот этой вот железной уверенности в себе, которая свойственна ему самому. Мы видим вот эту вот железную челюсть, вот этот, так сказать, взгляд победителя, человека, который выигрывал и Лигу чемпионов, и чемпионаты Италии, Испании. Он выигрывал на клубном уровне все, что только можно, но он не выигрывал ничего на уровне сборной, что тоже надо учесть. Слава богу, у него был неудачный опыт с командой Англии, который он учтет обязательно при подготовке к нынешнему чемпионату мира. И не сомневаюсь, что какие-то негативные уроки, которые он извлек из работы в национальной команде английской, он, безусловно, примет как руководство к действию сейчас. Хорошо, что он будет работать, что он не уходит сразу после этого турнира, потому что нашим футболистам, в общем-то, свойственно немножко начинать иначе относиться к делу, если они знают, что тренер скоро будет другой. То есть, в общем-то, по большому счету, неудача на чемпионате Европы 2012 года с диком адвокатом связана с тем, что его ушли. То есть, по большому счету, какая получилась ситуация. Ему пообещали в конце 2011-го, начале 2012-го года, публично, тогдашний президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, пообещал продлить с ним контракт еще на два года до чемпионата Европы. Но этого не произошло. Какие-то силы откуда-то воздействовали на Фурсенко. И он несколько месяцев бегал от адвоката, когда тот уже начал задавать ему этот вопрос, когда мы продлим контракт. А потом, в апреле, ему было сказано, что мы продлевать не будем, до чемпионата Европы посмотрим, как чемпионат Европы закончится. У адвоката были предложения, он одно из них принял. Он воспринял это как оскорбление. Потому что с его опытом, с тем, что ему было обещано, вдруг ситуация переигрывается с ног на голову на 180 градусов. Ему говорят, нет, ты не будешь продолжать работать в сборной. Или мы должны посмотреть, как чемпионат Европы закончится. Раз он подписывает контракт с голландским ПСВ, он уже немножко по-другому начинает относиться к своему работодателю, а футболисты, рикошетом, чувствуя это, начинают немножко по-другому относиться к нему и к работе, к своей подготовке к чемпионату Европы. Результат мы увидели. Поэтому очень хорошо, что уже Российский Футбольный Союз и при участии того же Виталия Мутко, министра спорта, продлили контракт с Капелло аж до 2018 года. То есть и он себя не чувствует вермещиком, и люди понимают, что если они себя поведут неправильно, футболистов, я имею в виду, на чемпионате мира в Бразилии или перед ним, то им будет выписан волчий билет на дальнейшее пребывание в сборной, в том числе и на домашний чемпионат мира. Это очень хорошо, хотя бы вот именно из таких вот, так сказать, из этих вот соображений. Поэтому я думаю, что по идее мы должны выйти из группы на этом чемпионате мира. И опыт тренера, отношение к футболистам, хорошо, прилично проведенный отборочный цикл. Сейчас мы видим контрольный матч против сборной Армении, который был недавно. Понятно, соперник не высшего мирового класса. И меня что беспокоит, единственное, пожалуй, то, что вот Армения, Норвегия, Словакия и Марокко, четыре соперника наших в период подготовки к чемпионату мира, это не топ-команды. И на их уровне мы не можем увидеть четко свои слабости. А все-таки хотя бы один соперник из числа лучших мировых сборных, это было бы правильно, если бы он у нас был. Но его нет. Мы должны ориентироваться, что называется, от собственных впечатлений, от себя. И мы увидели сейчас уже макет игры нашей сборной на чемпионате мира в матче против Армении. И в первом тайме, когда играл основной состав, команда произвела очень приятное впечатление. И в частности, мы увидели, что модель с Александром Кокориным, нашей восходящей звездой, на острие атаки, она абсолютно оптимальна. Сейчас, на данном этапе, Александр Киржаков находится не в лучших кондициях. И Кокорин на острие, а слева, допустим, тот же Жирков. Это история, которая работает гораздо лучше в настоящий момент. То есть мы уже видим примерный, мы знаем примерный состав за четыре месяца до чемпионата мира. Мы уже представляем себе, в каком составе, ну, процентов на 80, наша команда выйдет на первом матче чемпионата мира. Это очень хорошо, потому что нет неопределенности.